Всем привет, с вами Эрнамс, это ретро-обзор набора LEGO Hero Factory 6203, Черный Фантом. Это главный злодей четвертого сезона мультисериала Hero Factory. Хоть и по внешнему виду скажешь, что это злодей планетарного масштаба, а-ля Танос или там какой-нибудь Мегатрон условно, но ничего подобного, это просто хитрый, смекалистый дурачок, который пытался сбежать из тюрьмы, но у него ничего не получилось. По внешнему виду эта сборная модель шикарная, компоновка черных цветов, красных, хромированных, серых и зеленых смотрится очень круто. Рога тоже делают из этого робота какого-то настоящего демона. Блин, жалко, по внешнему виду он намного сильнее, чем является в сюжете. Что также у него есть в комплекте? Это его оружие, это посох, достаточно простое оружие, меч, цельная деталь, две трубы и баловат, стоящая из двух полушарий. Также у него есть съемное хромированное существо, такая вот пушка-паук. Ее можно использовать в принципе как отдельную боевую единицу. Стрелять я из нее не буду, в принципе понятно как она работает. Мы просто нажимаем, ставим силу, здесь давление и пулька у нас выстреливает друзей своих... Ой, ну ладно, вылетело и вылетело. Друзей своих лучше не целиться. Также у него есть еще такие здоровые отростки, очень красивые, вот эти вот редко встречающиеся зеленые трубы, так я их назову, смотрятся прикольно, прикольно, так стильно. Хоть и отличаются от основной цветовой гаммы этого злодея. Можно с помощью этих отростков хватать своих врагов, притягивать и мгновенно убивать. Выглядит он очень круто, как спереди, так сбоку. Сзади, конечно, он не проработан, что плохо. Ну, блин, для игры, для полки мы же не будем его спиной ставить, мы его будем ставить в передней части. Потому что Лего часто экономят на задней части всех вот биониклов, сборных моделей и подобных существ. В принципе, оно ладно. В целом, набор очень крутой. Жалко, что он уже давно не продается. Пишите, есть ли он у вас подобный такой вот персонаж-злодей в коллекции. Хотели бы вы его приобрести или же нет? Пишите. Мне интересно, может быть, кто-то знает, сколько сейчас эта модель стоит. Я ее находил на Яндекс.Маркете за полторы тысячи, но мне кажется, это подделка, что, в принципе, вполне себе возможно. Мне кажется, такого робота сейчас будут просить тысячи четыре. Вот я вот уверен. Ладно, пишите, что думаете. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.